МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Не рассчитали. Большая миграция из сел помешала полностью обеспечить учебниками карагандинских первоклассников. Восьмиметровый памятник огурцу презентовали в поселке Топар. На территории тепличного хозяйства установили скульптурную композицию. Боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. В Национальной гвардии провели конкурс среди экипажей бронетранспортеров. Обо всем более подробно. Новых учебников хватило не всем карагандинским первоклассникам. В отделе образования оправдывается, что в этом году много семей переехали из поселков. Количество первоклассников превысило расчеты. Вместе с этим не хватает учебников и для других классов. Родителям приходится буквально штурмом брать специализированные магазины. В проблеме разбиралась Аймамрина. В этом году на учебники было выделено вдвое больше денег – 250 миллионов тенге. По приказу Министерства образования и науки в этом году будут изменены учебники первого и восьмого классов. Первоклассники и восьмиклассники будут обеспечены бесплатными книгами на 100%. Обещание руководителя городского отдела образования Дула Тажикибаева осталось невыполненным. Первоклассникам учебников все-таки не хватило. Доказательство этому – негодующая очередь перед книжными магазинами. Родители ищут учебники издания Атамура на бесплатные книги. Причем не только для первого класса они уже не надеются. Ради детей, конечно, мы все купим. Что же делать? Моему первокласснику всего хватило. А вот второму ребенку дали только пять книжек. Вчера мы потратили пять тысяч, а сегодня не знаю. Рассчитываем где-то на восемь-девять тысяч. По словам родителей, в этом году цены подскочили в разы. Многие утверждают, что стоимость учебников увеличилась вдвое. В книжных магазинах заявляют, что дефицит учебников был, однако они уже пополнили свои запасы. В основном спрос на учебники и тетради есть среди родителей первоклассников из частных школ. Частные школы с июля месяца заказы оставляли. Мы их выполнили и просто на розницу мы немножко взяли. Чиновники нехватку учебников объяснили просто. Оказывается, прямо перед началом учебного года, в последние дни августа, в городские школы мигрировали сельские ученики, в том числе и первоклассники. Очень много в Караганду, вот как раз в начале сентября, приезжает со всех близлежащих этих поселков, других районов и городов. Бывает также и факты, когда отдают сперва в русские классы, потом родители говорят, нет, ребенок более склонен, давайте. Поэтому на них учебников и не хватило. Правда, что помешало властям перевести учебники из сельских районов. Этот вопрос остается открытым. Ведь раньше они уверяли, что посчитали всех детей. Аям Амрина Жасла Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области продолжается реализация масштабных строительных проектов. Среди них реконструкция автомобильных дорог, строительство новых детских садов и сельских врачебных амбулаторий. Первый заместитель Акима области Аслабек Дюсибаев ознакомился с ходом работ в Жасказгане и Улытаусском районе. В ходе рабочей поездки Аслабек Дюсибаев ознакомился с ходом реконструкции путепровода номер 3 в городе Жасказган. Работы начались в июле. По плану в ноябре реконструкция будет закончена. Стоимость строительно-монтажных работ обошлась более чем в 96 миллионов тенге. Этот путепровод не работает уже 5 лет. В этом году местные власти обратили внимание на эту проблему. Мы выиграли тендер. За работу мы принялись в июле. Также в Жасказгане Аслабек Дюсибаев посетил строительную площадку детского сада на 320 мест. Дошкольное учреждение планируется завершить в октябре текущего года. Общая смертная стоимость строительства составила более 816 миллионов тенге. Следующим объектом посещения стал участок ремонта автомобильной дороги областного значения к поселку Корсакпай Улытауского района. Следует отметить, что данный объект представляет собой единственную автомобильную дорогу, соединяющую отдаленные поселки области с районным центром, поселком Улытау и сетью дорог республиканского значения. Зоной выполнения работ является дорога, состоящая из двух участков. Первый – протяженностью 47 километров в асфальтном покрытии. И второй – участок в щебеночном покрытии протяженностью 17 километров. Неоднократно мы работали с Министерством транспортной коммуникации, непосредственно с КТЖ. Ну, было принято по вашему поручению, мы сделали все возможное, хотим, чтобы все эти дни. Завершающим объектом посещения стал Корсакпайский металлургический завод Улытауского района, основанный в 1928 году. Основной вид производства – металлообработка. Производственная мощность предприятия – 350 тонн в год. Общая численность работников Корсакпайского металлургического завода – 253 человека. Завод обеспечивает поселок Улытау электроэнергией, теплом и водой. По итогам, первым заместителем Акима области был дан ряд поручений по своевременному и качественному выполнению ремонтных работ. Кроме того, в рамках рабочей поездки Ослабек Дюсибаев посетил дом-музей академика Каныша Сатпаева в поселке Корсакпай, организованный к 70-летию академика в 1969 году. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В поселке Топар на территории тепличного комплекса установили памятник огурцу. Автором композиции стал экибастузский скульптор Гамал Сагеденов. На огромной вилке нанизан большой огурец. По обе стороны от него разместились лимон и помидор. Скульптор рассказывает, что с удовольствием взялся за работу. Он хотел сделать что-то внушительное. В итоге огурец получился высотой 8,5 метров. Его видно почти из любой точки поселка. Боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. В региональном командовании Урталык Национальная гвардия провели заключительный этап конкурса «Лучший экипаж БТР-80». В последний день соревнования участники преодолевали водные преграды и выполняли боевые стрельбы. На полигоне побывала Астель Сазанбаева. Это башено-пулеметная установка. Именно здесь сидит главный человек экипажа – пулеметчик. ППО предназначено для поражения живой силы противника. Кроме того, она защищает пулеметчика от осколков и радиоактивной пыли. На территории учебного центра войсковой части 54-51 в поселке Карабас состоялся заключительный этап смотра конкурса «Лучший экипаж БТР» и «Лучший водитель». Организаторы уверены, что такие мероприятия прежде всего помогают закреплению знаний и совершенствованию навыков. Двигается это в составе экипажа. Машина эта должна быть, начиная от психологического взаимодействия, так называемой психологической совместимости экипажа. Чем она выше, тем, соответственно, будет выше слаженность действий всего состава. Каждый регион мы ежегодно меняем регион. Поэтому у нас практически, чтобы все региональные командования были на равных условиях. Поэтому на данных учебно-методических сборах соответствующая проводится потом жеребьевка и определяется уже регион на следующий год. Задачи перед командами были непростые. Выполнять их надо было на время, не забывая о правильности и точности. Экипажи БТР смогли проверить все свои знания правил дорожного движения, устройства и техническое обслуживание военной техники и вооружения. Кроме того, все участники продемонстрировали навыки стрельбы и стрелькового вооружения и вооружения БТР в боевой обстановке. Четыре километра с препятствия были змейка, потом мостик, холмик был 12 градусов и дымовая завеса была, потайный уход был. Что было самое сложное? Самое сложное было у нас стрельба с БТР по мишеням, то, что надо быть уверенным в себе. Ну, отстрелялись на отлично. Подобные соревнования проводятся на протяжении нескольких лет. Конкурс на звание «Лучший водитель» на протяжении 10 лет, а на звание «Лучший экипаж БТР» в течение трех лет. После всех пройденных этапов команды наградили почетными грамотами, а победителей – ценными призами. В этом году звание «Лучший экипаж БТР» завоевали региональное командование «Орталык», а титул «Лучший водитель» завоевали участники из регионального командования «Онтустык». А сердцем бабушек Сулык Нурта Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Школьные рюкзаки и сладости подарили полицейские воспитанникам детского дома «Кулыншак». Начальник департамента внутренних дел Мергенбай Жапаров посвятил свой визит предстоящим праздникам – Курбанайт и Дню Семьи. В канун праздника Курбанайт и Дня Семьи начальник ДВД Карагандинской области Мергенбай Жапаров совместно со своей командой посетил детский дом «Кулыншак» и вручил ребятам памятные подарки. В своей речи он отметил, что заряжается энергией от посещения детского дома. Пойдете дальше нашим путем. Вам мы передадим свои мечты и идеалы, свою духовную материальную культуру. Пусть новый учебный год станет для вас интересным, ярким, запоменяющимся. Желаю уверенности в своих силах, новых открытий, достижений, творческих, отопления, отличных ответов. Отвольте вручить вам и новой жизни. Детишки, в свою очередь, подготовили для гостей свой подарок – целую концертную программу. На подготовку ушло не так много времени, ведь ребята ежедневно уделяют время занятиям музыки и танцам. От имени ребят полицейских поблагодарила директор детского дома Светлана Буркеева, которая сказала, что детские успехи – это наши успехи, а наши успехи, в свою очередь, можно считать вашими достижениями. После чего поблагодарила гостей за подарки. Для нас это очень важный момент, для педагога, потому что мы тоже хотим, чтобы наши воспитанники в дальнейшем, в будущем, при выпуске из стен детского дома были социализированы, большую жизнь, и ничем не отличались от других детей. Почетные гости также отметили, что воспитанники детского дома – это будущее страны, которому старшее поколение передает свои мечты и идеалы, свою духовную и материальную культуру. По словам Мергенбая Жапарова, от позитивного общения с детьми он получил большой заряд энергии. А сердце Замбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Основные достижения последних 25 лет – глазами молодых художников. В Караганде стартовала ежегодная выставка лучших работ начинающих живописцев. Около 80 картин украшают стены Карагандинского областного музея изобразительных искусств. Айдар Альсенов уже неоднократно участвовал в выставках и занимал призовые места. О предстоящей экспозиции молодых художников парень узнал в последний момент. Поэтому на подготовку времени было мало. Свою работу художник написал за ночь. Начал вечером и закончил поздно ночью. Она еще свежая работа была, я принес. Хотел вообще представить три работы, но времени не было. Решил пока одну дописать. Парк Караганды. В следующий раз буду писать побольше и участвовать активно. Молодые художники перенесли на холст достижения Казахстана за 25 лет независимости. Новые технологии и знания, сохранение традиций, а также внутреннее ощущение свободы. Работы абсолютно разные. Одни ищут вдохновение на просторах интернета, другие все же придерживаются традиций. Пишут картины с натуры. Это именно начинающие художники, те, которые пытаются вступить на путь искусства, который очень сложен и очень термист. У каждого какой-то свой взгляд на мир. И что очень радует, наконец-то в наше искусство вошло то, что так давно просилось. То есть вот традиционные представления народные, те, которые из глубины веков пришли, я так думаю, что вот эти вот 25 лет независимости, они очень много дали нам. В этом году представили свои работы всего 27 молодых художников. Но организаторы верят и надеются, что в следующем году их будет намного больше. Для любителей живописи двери областного музея изобразительного искусства открыты до 18 сентября. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый шаг к мировой славе талантливого футболиста предлагают сделать карагандинским школьникам. Областная школа по футболу «Жастар» провела день открытых дверей. Посетителям продемонстрировали не только тренировку, но и показательные приемы искусного владения мячом. С будущими футбольными звездами беседовала Айма Амрина. Гостей в детско-юношеской футбольной школе «Жастар» сегодня встречают директор и тренеры. Новому знакомству рады и школьники. Заниматься футболом как один готовы все. Международный турнир Баларукова. В каком году? В 13-м году. В 15-м году республиканский турнир. Гости решили записаться на футбол, однако это еще не все. После записи будет тщательный отбор. На тренировки будут допущены лучшие из лучших. Артур Винтер занимается футболом уже третий год. В школу «Жастар» его привела мама. Сейчас мальчику 9 лет. Он уже выезжает на региональные матчи. Юный футболист мечтает играть, как Криштиану Рональду. Мне нравится футбол. Меня сюда привела мама. И я буду всегда заниматься футболом. Футбольная школа «Жастар» работает с 2000 года. За это время воспитаны немало талантливых футболистов, которые неоднократно побеждали в областных и республиканских турнирах. Самых способных ребят готовят для резервов команды «Шахтер» и «Булат». Однако есть одно «но». У школы нет своего здания. Из-за аренды помещений и футбольных полей тренеры не всегда могут полноценно подготовить спортсменов к соревнованиям. На сегодняшний день не имеем базы. Мы только аренды. Это неудобно, да? С одной стороны, неудобно. Мы надеемся, что на будущее, как пройдет экспо, у нас планируется большой строить Карагандинскую область и манеж футбольного. Сейчас в школе занимаются более 800 воспитанников на абсолютно бесплатной основе. Руководство футбольной школы «Жастар» и тренеры приглашают всех желающих присоединиться к ним. Филиалы школы находятся на территории стадиона «Шахтер» и во всех моногородах. А ям Амрина, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова